Давайте обсудим. Здесь было 2 степени А. Если вы возьмете лечебники, то обнаружите, что обычно, когда пишут, видишь, пиано, то пишут только сложение, умножение, там все эти квантеры, а первое, что 2 степени А пишут. Дело в том, что можно выразить отношение у равняется 2 в степени х в виде формулы х. То есть мы должны использовать квантеры, использовать знак равенства, но не используя знак от введения в степени, суметь записать это. Это одна задача. И, пожалуй, вторая задача. Представьте себе, что дано множество, кодируемое числом n. Найти количество его. Вы помните, как мы договорились скотливать это множество. Если у нас есть множество состоящих из чисел А1, А2 и так далее, Акады, то его код это 2 в степени А1 плюс 2 в степени А2 и так далее плюс 2 в степени Акады. Кодом густого множества мы называем просто число 0. Так вот, когда нам дают приравнее число, как в виде альфематической формулы записать, сколько у нас элементов? Ну, например, по числу 0 мы должны получить ответ 0. По числу 1 мы должны получить ответ 1, потому что это множество состоящих из 0. По числу 9 мы должны получить ответ 2. Ну и как? Согласитесь, что это обе вполне достойные задачи. Давайте рассмотрим множество, состоящее из степеней двоек. Ну, из всех степеней не получится. Надо все-таки рассмотреть множество, состоящее из 2 в нулевой, 2 в первой и так далее. Даже, наверное, очень множество. А, наверное, все-таки лучше рассмотреть график функции. Ведь на самом деле нам нужно в первой задаче фактически закодировать функцию. Правильно? А функция – это же фактически ее график. А что это график? Дайте подумать. Из каких точек состоит график? Представляете? 0, 1. Дальше что еще? 1, 2. 2, 3. 2, 4. Да? И так далее, и так далее. x, 2, 4. Разумно? Нам нужно каким-то образом сказать, что мы такое множество образуем. И потом в нем взять вот этот элемент, и вот это будет x, это будет x. Давайте вспоминать. Когда у нас есть пара, каким образом кодируют пара? Вот способ. Какой? Ну, треугольник. Ну, треугольник. Ну, то есть там треугольник, да? Да? Таким тоже делаем. Давайте вспоминаем. Значит, вот эта точка с координатами 0, 0. Вот мы на самом деле можем идти вот таким образом, да? То есть вот это будет точка номер 0, это будет точка номер 1. Опа! Я не помню, как он шел, так или так. Он шел снизу вверх. Точно? Да. То есть он вот сюда писал один? Да. Думаю. У него было наоборот. Значит, да? У него было не так. Когда у нас есть точка какая-нибудь с координатами, ну вот эта точка, например, с координатами x и y, давайте поймем, как узнать в этой кодировке, когда мы до нее дойдем. Очень просто. И вот если мы проведем так, то это число это будет x плюс y. Ну и, соответственно, вот это число тоже будет x плюс y. Это понятно. Потому что у всех вот точек номер 1, сумма абсессорда на 1 этажах. Соответственно, мы пройдем все точки вот предыдущего треугольника. Это x плюс y минус 1. У нас здесь котировка пар. Она задана, например, вот такой формулы. x плюс y плюс 1 умножить на x плюс y, все это пополам, 2 плюс x. То есть, если мы знаем число, то по нему можно найти соответствующую пару x и y. И наоборот, если он знает пару x и y, то по нему можно найти и число. Так вот, как сказать, что такого типа множества адкодируется некоторому ранюшему? Во-первых, мы должны сказать, что код вот этого числа принадлежит n. Так, соображаем, что подставляем x равно 0, y равно 1. Это будет 2 умножить на 1. То есть, 1 плюс 1. Отлично. Значит, нужно написать простую штуку. 1 принадлежит n. Господа, вы помните, что мы умеем писать формулу А принадлежит n. Помните? У нас тогда была. А принадлежит n. 1 принадлежит n. Значит, 1 принадлежит n. 1 принадлежит n. 1 принадлежит n. А дальше. Смотрите, они же интересным образом связаны между собой. Как получить, если какую-нибудь пара следующую? Вот у вас есть какая-нибудь внутри пара вида L, 2 в степени L. Какая пара следующая? L плюс 1. L плюс 1. 2 на 2 в степени L. 2 в степени L плюс 1. 1 принадлежит n. Смотрите, что это означает. Это означает, что для того, чтобы пара чисел была здесь, вот такая пара тоже должна быть в этом множестве. пара 2, 4 в этом множестве есть. Очень просто. Потому что в нем есть 1, 2. А почему 1, 2 в нем есть? Потому что есть 0, 1. Ну а почему 0, 1? В нем есть? Потому что оно поднимется. Значит, условие того, что у нас есть график степеней двойки, звучит на самом деле очень просто. 1. И если есть какой-то элемент в этом самом множестве, то есть два варианта. пара, или этот самый элемент равен единице, ну вот вот код вот этой пары, это единица, да? или, что есть, или существует такой элемент, для которого выполнено какое соотношение? Вот представьте себе, у меня есть какая-нибудь пара, она кодирует некую пару, да? Что значит, что есть предыдущий? Как записать, что какая-то пара предыдущая? Число. Ну что значит, число? Ну, по-первых, надо все-таки раскрыть. Надо вот это число А раскрыть в виде двух чисел. И надо число В раскрыть в виде двух чисел. Понятно? Давайте, пусть пара А кодируется какими-нибудь, не знаю, там… Кодирует. Да? Кодирует. Ну, например, С и Л, да? Хорошо. А тогда число В должно кодировать что? С плюс один. В кодирует С и Д, а А должно кодировать С плюс один и два Д. Согласны? Что значит после одной пары следующее? Это значит абсциссу увеличили на единицу, а ординат увеличили в два раза. Так или нет? Замечательно. А мы умеем писать. Мы умеем писать вот это соотношение. Смотрите. Не нужна была никакая скобка, а нужно было писать так. Существует С, существует Т, для которых выполнено следующее условие. Давайте это следующее условие прямо так и напишу. Условие простое. В это С плюс Т плюс один умножить на С плюс Т пополам плюс С. Это так устроено число В. А как при этом устроено число А? Смотрите. Надо переписать ту же самую формулу, только написать вместо С С плюс один, а вместо Т два Д. Так так и пишу. С плюс один плюс два Д умножить на С плюс один плюс два Д. Все это разделить пополам. И плюс С плюс один. Осталось закрыть скобку, закрыть скобку. Это само. Смотрите. Оказывается, определение по индукции довольно несложным образом записывается в нашей форме. Ну, на самом деле, конечно, я не вполне честный. Непонятно, что это вообще означает. Я здесь как-то начал ехать. А что это такое? В общем, я начал рассказывать и вроде бы так более не рассказал. Вначале это ерунда. Что такое для любого А принадлежит Н? Вот эту формулу просто написано, это чтение верно. Я хотел написать некоторое свойство числа Н. То, что число Н кодирует множество пар вот такого вида. 0,1, 1,2, 2,4, 3,8 и так далее. Какой там х в 2 степени х. Это понятно. Но написание это очень странно. Я начал с того, что для любого А принадлежит Н. Но как это записать без использования 2 в степени х? А никак. Миную фразу. Для любого А принадлежит Н. Мы ее умеем писать, используя 2 в степени. То есть не получается выразить степень двойки таким вот наивным способом. Потому что мы здесь вынуждены писать для любого А принадлежит Н. А эту штуку мы писали через степень двойки. Йодор придумал некоторую замечательную лему с использованием цитатистской теоремы обостатков. Один принадлежит Н. Один принадлежит Н. Это можно записать без всяких курсов. Как записать один принадлежит Н? Это существует Т. Такое, что Н равняется 2Т плюс 0. О нет, не 2Т плюс 0. Н равняется 4Т плюс 2. Или Н равняется 4Т плюс 3. Вот так записывается то, что один принадлежит Н. Один принадлежит Н. С этим за всем принадлежит Н. Это придется просто стереть. И прийти к спуску, суметь им это записать заново. Итак, я записал, что вот эта первая пара принадлежит Н. Мне нужно научиться писать последовательности. Это понятно? То есть мне нужно научиться кодировать каким-то образом примерно такую штуку. Значит, некоторое число альфа-1, альфа-2 и так далее, альфа-кады. Нужно суметь как-то записать, что есть такая последовательность. Вспомните, пожалуйста, как это у нас было. Мы использовали китайскую теорему в остатках. То есть мы говорили, что если выписать некоторые числа такого вида, последовательность альфа-1, альфа-2 и так далее, альфа-кады, будем кодировать при помощи числа k, это просто количество членов последовательности, при помощи числа b и числа a. Требуется, чтобы выполнялись вот такие сравнения. Первое, надо понять, любую непоследовательность таким образом можно кодировать. Давайте посмотрим, что на самом деле нужно. Терем обоставках вы знаете. Если есть взаимопростые числа, то, скажем, есть числа 3 и 5. Знать остаток отделения на 3 и знать остаток отделения на 5 – это то же самое, что знать остаток отделения на их произведение. То есть если вы заказываете любые остатки, любой остаток по модуле 3, то есть число 0,1 и 2, и любой остаток по модуле 5, то есть 0,1 и 2 и 4, если вы любое из числа выбираете, то тогда найдется число, причем однозначно по модуле 15, которое удовлетворяет этому сравнению. Давайте посмотрим, что нужно, чтобы эти числа все были взаимопростыми. Но очень просто. Берем такое число вида rb-1 и число вида sb-1 и смотрим, какой у них может быть общий делитель. То есть их разность – это r-s умножить на b. Ну, смотрите, b с этим числом взаимопрост. И поэтому любой простой делитель числа b, что у нас в игре не участвует, потому что здесь есть единица. То есть это я могу убрать. Как отбросить все такие делители? Наверное, надо просто написать, что число b делится на все числа от 1 до k. Ну, можно даже на k-1, если хотите. Тогда все такие делители будут в числе b, а значит они не будут в этом числе, а это у b. То есть такая простая формула для любого l, не превосходящего k, b делится на l. Что такое делиться на l? Это значит, что для любого l, не превосходящего k, существует такое число, m, например, что b равняется l умножить на m. Это записать, как видите, в виде формулы несложно. Если мы это записали, то получится, что число b делится на все числа от 1 до k. Так, ну, здесь, естественно, я должен был еще написать, что l больше 0. Ну, это, конечно, мелочь, но все-таки для строгости лучше написать, да? Для любого l большего 0 и превосходящего k должно выполниться такое условие. Итак, я уже получил, что они взаимно простые. А если они взаимно простые, и еще очень важная вещь, если вот эти числа больше, чем числа α, то в таком случае такая система имеет решение. Ну, замечательно. Поскольку я хочу всего лишь как-нибудь закатировать последовательность, то я просто скажу, что вообще-то b можно взять сколько угодно больших. Вот. Теперь это все надо записать в виде одной формулы. Теперь это все надо записать в виде одной формулы. Значит, что же такое закодировать последовательности, вот она такая, α1 и так далее, αKD, при помощи чисел k, b и a. Что значит мы закодировали последовательность при помощи чисел? Во-первых, надо обязательно взять вот этот кусок. Это формула не делает, конечно, ошибочной то, что мы напишем. Но, понимаете, она не нужна. Ведь если мы берем какие-то невзаимно простые числа, то может существовать, может не существовать такое вот число, которое дает нужные остатки. Важно, чтобы нашлась такая вот стройка чисел и такие остатки, чтобы были. Если нет взаимной простоты, может не найтись. Ну и замечательно, какая нам разница? Ведь стоит квантор существования. В горячке лекции это не было замечено, но это не нужно. Это просто можно писать, можно не писать. Для любого l, которое больше нуля, меньше или равно k, существует m, так вот что b равно lm. Нужен еще кусок, чтобы b больше любого из альфа. Нет, не нужно. Я вам сказал. Когда мы берем какую-то последовательность, то на самом деле нам здесь нужно, чтобы она существовала. И поэтому мы просто скажем, что b можно взять сколь угодно большими. И поэтому при достаточно большом b мы получим то, что нам нужно. Так что про то, что b больше альфа, писать в виде формулы не нужно. Ну что, теперь я начинаю вам счищать тузык. Формулу переписываю вверх. Существует t такое, что n равняется 4t плюс 2 или n равняется 4t плюс 3. Это таким образом я записал, что единица принадлежит множеству. Так. Дальше начинается самое интересное. Смотрите, 4t плюс 2, это вот такой прибежал. Мы кодируем число n при помощи гонтой формулы. Что значит, что единица принадлежит? Вы помните, что кодом для вот этой пары была единица? Помните? Отлично. Кодом для этой пары была единица. Это означает, что когда мы пишем 1 равняется n, что здесь одним из слагаемых должна быть двойка. Отлично. А теперь смотрите. Вообще-то ноль дает слагаемые единицы. Это слагаемые то ли есть, то ли нет. Мы не знаем. И нас не очень волнует. А все остальные слагаемые, ну вообще-то не делятся на 4. Алексей Сергеевич, а как мог возникнуть ноль? Что? Как мог возникнуть ноль? Ноль? Ну, вообще-то не так. Но поэтому 4t плюс 3, это не нужно. И с ними только хуже. Я беру. Хорошо. На это довольно. И еще значок i надо переместить. Пожалуйста. Пожалуйста. Число ноль в нашем множестве, правда, никак не может быть. Молок возникнуть. Это я просто и без строковки написал. Просто это вот. У нас на самом деле в этом множестве действительно пары ноль-ноль нет. И поэтому действительно можно было приобретать. Так понятие стало? Нет. Отлично. Вот теперь начинается самое интересное. Не только начинается самое интересное. Все о числе n не нужно. Совсем не нужно. Понимаете? Я в начале этого занятия придумал, как я замечательно покажу неправильное рассуждение, то есть внутри рассказа о представимости степеней двойки использую значок принадлежности, который на самом деле у нас через эти самые степени двойки записывался. А дальше сам вовремя не стер это самое число n и вот здесь вот о нем все рассуждал. Вообще не нужно в формуле ничего писать о числе n. Смотрите. Должны существовать такие k, b и a. Так я прямо так честно пишу. Существует такое число k, что существует число b, что существует число a. Дальше пишем. Дальше пишем вот это условие. Смотрите. Как описать? Для любого l от нуля друга. Вот так описать. Для любого l сколько? Сколько? Если l больше 0. Кстати, как описать, что l больше 0? Если существует такое s, что l равняется s плюс 1. t. Согласны? Так. И дальше еще что-то. Как записать, что l меньше или равно k? Ну, существует. И существует. И существует. t такое, что l плюс t равно k. Отлично. Сейчас, понимаете. Итак, я записал таким умыслом. Значит, l равно s плюс 1 это то, что l больше 0. l плюс t равно k. Кстати, чтобы буквы зря не тратить, я здесь могу вполне написать букву s. Почему? Потому что здесь связанная переменная. Здесь тоже связанная переменная. Совершенно спокойно. Вот. А вот теперь дальше. Что для них? Существует m. Смотрите, что я делаю. Вот если выполнены такие условия, то в таком случае существует такое m, что v равняется n. По-моему, я пока написал все хорошо. Так, значит, это скобка, это скобка, это вот эта скобка. Отсюда следует, что существует m. Да. Но теперь начинается самое интересное. И вот здесь надо писать свойства этой последовательности. Понимаете, мне ведь не просто так нужны эти самые числа. Значит, k, b, a. А мне нужно еще что-то. То есть я вот здесь вот закрываю скобку. Это я так описал эту самую трое чисел k, b, a. Ну а теперь кроме этой тройки, я не знаю, как это еще написать скобку одну, да? Кроме этого мне еще нужно самое интересное. Мне нужно записать, что последовательность вот такая. Как это сказать? Я напоминаю, k – это количество членов последовательности. Вы помните, что пара 0,1 кодируется числом 1. То есть фактически нам нужно сказать сейчас, что альфа первая – это единица. Остаток от деления… А на b плюс 1 – это единица. А что мы это не можем? А равно b плюс 2. Понимаете? Нет, не а равно b плюс 2. Ни в коем случае. Остаток от деления числа а на b плюс 1 равен единице. Как это писать? Существует r меньше чем… Да, существует какое-то там… Не знаю… t… Меньше b. Ну почему меньше? Просто остаток равен единице. Равен единице. А? Остаток от деления числа а на b плюс 1… t умножить на b плюс 1… Плюс 1. Правильно единице. Так слушайте, это же счастье. Я записал, что в нашу последовательность входит вот это вот начальное пара. Дальше что? Давайте давайте. Что дальше? Для любого элемента нашей последовательности предыдущий тоже ей предлежит. Разве нет? У нас же так можно, да? Мы же договорились, что… Почему 2-4? Потому что 1-2 больше. Почему там, не знаю, 5-32 больше? Потому что 4-16 больше. Так значит, так и нужно написать. Для любого номера… Вообще у нас номера какие не бывают? У нас последовательность пронумеровано числами… Сколько ли? От 1 до х. От 1… Вот это у нас было число номер 1 до… К. Ну а вот роль этого х плюс 1 в наших вот этих вот вычислениях исполняет число К. Правильно? У нас это сейчас называется К. Отлично. Так вот, вы должны сказать, что для любого номера… Давайте писать. Для любого номера… Так вот, этот квантер, он у меня уже, на самом деле, закрылся. Интересный вопрос. Где он у меня закрылся? А, ну все нормально. Вот это была формула соответствующая L. И теперь пойдет дальше. Итак, для любого L надо сказать, что L у меня должно быть не больше, чем K. И больше нуля. Вообще-то я это один раз уже говорил. Вообще-то я один раз уже говорил вот здесь. Если существует S такое, что L равно S плюс 1. И существует S такое, что L плюс S равняется K. Давай быстрее. Будет… Бух. 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 То есть написано, что L меньше или равно, чем K. Так вот в таком случае… Дискота, недолго осталось. Что у меня есть, если я знаю, что L больше нуля или меньше или равно K? У меня есть какой-то эльтый член последовательности… Как его сказать? Ну… Как его сказать? Это некая пара А, Б. Итак, что мне нужно фактически сказать? Что эта самая пара А, Б на самом деле получилась из предыдущих. Вы понимаете, нет? Мне нужно написать, что эта пара получилась из предыдущих. А плюс 1? А плюс 1. Лучше напишем здесь, а у меня уже есть, поэтому эту букву нельзя использовать. С плюс 1, там 2D. С. С и D. Отлично. Вот здесь я напишу С плюс 1, а здесь напишу что? 2D. Здесь напишу 2D. Отлично. Так вот, господа, мне нужно, чтобы выполнено было следующее условие. Что L при член последовательности, это вот это, C плюс 1, 2D. А L минус 1 член последовательности, это пара C, D. Так, давайте я здесь напишу. L минус 1 член последовательности, это какая-то пара C, D. Отлично. Как записать? Как записать, что C, D, C плюс 1? Очень просто. Существует C, существует D, это понятно? И что для них должно быть выполнено? L член последовательности, это вот эта штука. L член последовательности, это вот эта штука. L член последовательность, это означает, что число A имеет вид, какой вид? Остаток отделения на LB плюс 1 умножить на какое-то там число T плюс, ну вот остатком должно быть вот это вот самое число. Так, как говорят, я здесь очевидно не помещаюсь, поэтому давайте-ка я перейду на другой вопрос, пропишу, начиная вот с этого места. Существует C, существует T, там мне нужно еще было T неполное частное, поэтому я пишу еще существует D. И на самом деле мне еще потребуется предыдущий член последовательности, поэтому еще там уже должно быть какое-то неполное частное, существует T. так, A равняется L, L, чего-то у меня, B, плюс 1 умножить на D, плюс, вот, до разности, C плюс 2 плюс 2D, это я пишу форму L. Я пишу, что L, член последовательности, это C плюс 1 и 2D. Я пишу, что L, член последовательности, это C плюс 1 и 2D. Я пишу, чтобы это был по-честному остаток, что здесь еще надо написать? Меньше. Меньше, конечно. Конечно. И существует такое число L, что C плюс 2 плюс 2D умножить на C плюс 1 плюс D пополам плюс C плюс 1 плюс R плюс 1 равняется LB плюс 1. Вот это вот L плюс 1, это положительное число. И, соответственно, здесь фактически написано, что вот это вот число меньше, чем LB плюс 1. Отлично, справились. Теперь надо писать, что L-1, член последовательность. Ну, господа, это, надеюсь, вы понимаете, что пишется абсолютно так же. А равняется L-1B плюс 1 умножить на Тау плюс, а здесь уже будет тренировка просто CD. То есть C плюс D плюс 1 умножить на C плюс D разделить на 2 и плюс на C. Вот. Ну и то же самое, да? И существует наше это самое L, существует L. Такое, что C плюс D плюс 1 умножить на C плюс D пополам плюс C плюс R плюс 1 равняется L-1 на B и L-1. Вот. Написал я, что это остаток. Остаток от ферлиния. Александр Ильич, а где кончается скобка, которая перед первым для любого L? Эта скобка, она соответствует вот этой вот. Вот эта скобка соответствует вот этой. Ну, не знаю, я вроде достаточно понятно писать. Все. Я написал длинную-длинную формулу, которая что выражает? Что вот есть такая последовательность, где каждый следующий член получит из предыдущего вот таких грехов. А теперь вопрос. Как записать, что Y равняется 2 в степени Х? Итак, вот это вот, начиная с этого места и дальше, дальше, дальше и до конца, это фактически вы сумели фикадировать такую последовательность. Как записать Y равняется 2 в степени Х? Александр Ильич, а там вот над тем, что вы сейчас пишете, там C плюс 2 плюс 2D и C плюс 1 плюс D. Нет, там, где вы писали, только что Y равняется 2. Нет, до этого. Y равняется 2 в степени Х? Да, да, да. А что? Над ним. Там не C плюс 1 плюс D, а C плюс 1 плюс 2D. Спасибо. Это была низкая. И до этого. Да? И до этого была низкая, да. И, в общем, везде, кажется. Что? И еще. Все. Угу. Это была низкая. Это я... Это мелочи. Это мелочи не происходит. Важно другое. Как записать то, что Y равняется 2 в степени Х? На самом деле, еще не было. Я записал вот так вот длинно, что у нас есть такое множество пар. Так надо просто сказать, что эта пара... Принадлежит множеству. Лежит там. Правильно? Что пара X и Y лежит здесь. А как это записать? Так. 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 это очень просто. Это надо взять. Так. Я... Разрешите. Впереди вот всего-всего-всего этого я напишу. Существует такое N. Что тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту... Это вот все верно. Да? И при этом, что должно быть выполнено? Номер. Давайте я здесь поставлю струбочку маленькую, и она должна будет сейчас где-нибудь здесь закрыться. Правильно? Итак, что же надо сказать? Просто существует такое L, ну, послушайте, опять, L у нас больше нуля, меньше или равно K. Может, я это не буду писать? Это я уже много раз писал. Вот это. Вот считайте, что я это умею не писать. Итак, существует такой номер, что вот это число, которое кодирует пара XY, то есть X плюс Y плюс 1 умножить на X плюс Y пополам плюс X, X является остатком от деления числа A на число B плюс 1. То есть надо так и писать. B, L плюс 1 умножить на какое-то там T, все это равняется A. Ну, и здесь не забыть написать, что существует T. Просто такая пара у нас есть. Ну, и при этом, конечно, надо написать, что вот это вот наше число меньше, чем B, L плюс 1. Опять-таки, возможно, я это уже не буду писать честным фантом, но посчитайте, что это уже умеете. Вот это вот число плюс X меньше, меньше, чем B, L плюс 1. Ну, вообще-то я справился. Итак, мы решили первую задачу. Ну, теперь у нас осталось только 2-3 минуты на то, чтобы решить вторую. Помните, что было в том, что это вторая задача? В данном число N кодирующее, не может быть, проще говоря, N это 2 степени. А теперь вот так вот в двоичной системе число N записывается степенями 2. Требуется написать формулу, которая... Ну, внести, если найти K. То есть написать арифметическую формулу, которые должны удовлетворять N и K. То есть, вот, напишу по численности. Найти формулу от N и K, которая истинна, которая истинна, тогда и только тогда, когда количество элементов, в том числе N, 1, K. Не будет из наших, не только. На самом деле, нужно понять идею, как по множеству искать число его элементов. А что такое количество элементов? Это есть объекция между множеством всех чисел, которые меньше, чем K, и вот в эльфме самым H. Понимаете, нет? А что такое объекция? Объекция – это когда у нас есть пары. 0 и A1, 1 и A2, и так далее. К минус 1 и АКD. Вообще-то, это в точности задача, которую мы сейчас с вами только что решили. Это опять последовательность длины K. Разве нет? Значит, что значит найти количество элементов в множестве? Это значит, нужно написать, что существует последовательность. Понятно? А вот дальше два варианта. Если, что называется, не верить в существование 2 в степени А, то нам придется выписывать опять две доски, вот этот вот длину форму. Если верить в существование 2 в степени А, как для краткости делал Митри Миша, то тогда работает тот прием, который я вам рассказывал. Помните? Ну, потому что сейчас мы уже можем писать А, продвижение, тогда это уже, у нас уже степень выигрывает. Два степени уже есть. Это для любого А, продвижение? Да, да. Сейчас мы это уже можем писать. Вот. Ну, я могу, конечно, напомнить, я могу напомнить, значит, как же это будет все реально выглядеть. Как сказать, что вот эта штука закодирована некоторым натуральным числом М. Вот я сейчас пишу формулу на числа Н и К. Либо Н равно нулю и в таком случае К равно нулю. Это я разобрал. Какой случай? Когда Н равно нулю. Когда Н равно нулю. Когда просто нулю что? То есть это в первом случае просто. И, Н, и, К, это просто гриб. Все, написал. Встреча. Или. Вот, или. Что такое или. Существует вот такой элемент. Согласны? Давайте так напишем. Существует такое число А. Я не буду писать А1. Просто существует такое число А, что вот эта самая пара. Ой, виноват. Мне нужно вот это вот М. Поэтому я слишком рад написал существует М. Или существует такое М, что существует такое А, а вот дальше уже пошли писать. А дальше уже пошли писать. Значит, это следующее. Что пара 0А принадлежит этому самому множеству М. Ну, слушайте, пара 0А. Как у нас аккодируется? Вы помните? А вот так. А плюс 1 умножить на А пополам. Правда? Треборим словом аккодируется. Пар 0А. Замечательно. Вот эта штука должна принадлежать М. Слушайте, я не буду это потом расписывать, но это в самом начале занятия мы делаем. Что такое элементы принадлежит? Можно ли ты мне расписывай? Итак, я записал, что это первые элементы принадлежит. А зачем так? А зачем я буду писать, что первые элементы принадлежит? Запишу-ка я лучше, что они все принадлежат. Так будет быстрее. Так будет быстрее. Собственно, почему? Почему мы взяли это первые элементы принадлежат? Ну, я буду писать, что первые элементы принадлежат. Я просто напишу, что, смотрите, для любого L от 0 до K-1, существует и единственная такая пара, которая принадлежит М. значит, значит, итак, существует единственное число А, такое, что L плюс 1 плюс А умножить на L плюс А разделить на 2 плюс L, да, вот эта вот пара принадлежит множеству M. О, справился? Справился. Значит, я написал, что каждая такая пара принадлежит, причем она ровно одна. Ну, на самом деле, это еще не все. Потому что здесь я написал только то, что у нас все эти пары есть. Вот, замечательно. А теперь еще нужно написать не то, что эти пары есть, а то, что для любого X и для любого Y, как только X плюс Y плюс 1 умножить на X плюс Y пополам, Y плюс X принадлежит M, так отсюда сразу следует, что X не превосходит, что X меньше. X меньше. Почти я написал. Пожалуйста, читайте, ищите ошибки. О, и поставить ручку. Здесь написано, что есть взаимно однозначенное соответствие между множеством 0,1 и так далее, К минус 1, и элементами множества M большое. И, к моему ужасу, написано неправильно. Найдите ошибку, будет эмоция. Найдите ошибку, держите. Давайте еще раз читаем. Ищем ошибку. Здесь написано. Разобнан в случае густого множества. Нормально? И это на нотру ка. Все замечательно. Дальше. Существует такое им, что для любого числа есть меньшего карта. Кстати, меньше или равно. Бессмысленно написать здесь. Потому что просто для любого и меньшего карта. Дальше. Существует единственное такое число, вот здесь вот, что, вот это, существует, и единственное такое число. И для любого икс, для любого икрек, если такая пара принадлежит, то икс меньше карта. Я еще что-то забыл. Игрек меньше окатываю. Что? Игрек меньше окатываю. Что? Нет, это... Элементы множества могут быть любые. Но то, что сейчас написано, это не есть определение икс. Что на самом деле это стены написано сейчас? Читайте, избирайте в квадрах. Что такое икс и икрек? Ну, любые какие-то необязательные целые числа. Вот есть такой код принадлежит множество м, то тогда икс меньше карта. Это обязательно написано. Что у нас именно все. И для любого икс меньше карта существует единственный такой вот элемент. Это тоже обязательно надо написать. для любого элемента существует или? Я написал задумываю написать, что все ашки разные. У нас не мульти множество. У нас множество. Поэтому я обязан сюда еще написать в такую штуку. Для любого икс, для любого икс и для любого икс. Если х плюс у плюс 1 умножить на х плюс у пополам плюс х принадлежит м и то же самое с числом z и Z плюс Y плюс 1 умножить на Z плюс Y напополам, плюс Z принадлежит им, то в таком случае что? Итак, пара XY и пара ZY принадлежат, что должно получиться? Затронный X. Конечно. Когда мы берем разные, то над ними не может быть один и тот же Y. Значит, теперь я закрываю вот эту скобку и радостно заявляю, что она соответствует вот этой скобке. И там самая верхняя. И еще закрываю вот эту скобку. И ставите точку. И поставлю точку. Вот она у всех.